Привет! На огромном складе компании «АвтоСтронг» 300 000 отличных б.у. запчастей, а на складе компании «МотоСтронг» десятки отличных мотоциклов по привлекательным ценам. Мы сами привозим их из Европы и продаём с полным пакетом документов. Ассортимент мотоциклов обновляется несколько раз в месяц. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Звоните и пишите в «МотоСтронг-М». Менеджеры ответят на все вопросы, снимут видеоосмотр мотоциклов и решат вопрос с доставкой по СНГ. Прямо сейчас мы разберём двигатель от Ford 1.5 TDCi, у которого французские корни. Встречаем! Ну что, пора рассказать о полуторалитровом турбодизеле для автомобилей Ford. Вообще, у этого двигателя французские корни. Это фактически ещё одна версия двигателя 1.6 HDI. Этот мотор сделан на основе его восьмиклапанной версии. Восьмиклапанный 1.6 HDI появился в 2009 году, а вот эта 1.5 HDI – в 2012 году. Причём этой модификацией пользовалась только компания Ford. Его устанавливали на весь модельный ряд – от Fiesta до Focus, от Mondeo до Kuga и на коммерческие каблуки. Этот двигатель создан на основе мотора 1.6 TDCi методом уменьшения хода поршней за счёт более коротких шатунов. Фактически, двигатель 1.5 TDCi отличается более современными экологическими системами. Здесь сажевый фильтр подвешен сразу за турбокомпрессором. Он висит вдоль блока цилиндров и сразу же виден под капотом. ЭБУ контролирует экологические параметры работы двигателя двумя широкополосными лямбда-зондами. Есть версии с нейтрализатором оксидов азотов и дорогущим датчиком оксидов азотов. В остальном это типичный французский турбодизель с легкосплавным блоком цилиндров, ременным приводом ГРМ, топливной системой Common Rail и электромагнитными форсунками. У него много вариантов мощности – от 75 до 120 л.с. шагом 5 л.с. Отметим, что полуторалитровый турбодизель на автомобилях Peugeot и Citroёn появился в 2017 году и развивает до 130 л.с. Уменьшение рабочего объёма этого двигателя было достигнуто за счёт уменьшения диаметра цилиндров на 1,5 мм, а ход поршней 88,3 мм остался таким же, как на двигателе 1,6 HDI. Французские турбодизели даже под капотом автомобилей Ford имеют приличную надёжность. Можно сказать, что мотор 1,5 TDCi избавился от немногочисленных проблем 1,6-литрового мотора. Но эксплуатацию двигателя 1,5 TDCi омрачает сложная система очистки дизельного выхлопа. Поэтому многие владельцы решают вложиться в удаление экологии как программно, так и физически. Сегодня мы расскажем об слабых местах этого мотора и известных проблемах. Не очень долго служит правая опора двигателя. Она буквально ложится на основании. Кстати, опора точно такая же, как на двухлитровом бензиновом моторе. Оригинал стоит $170, но зато и служит намного дольше, чем заменители. Не так уж редко на моторе 1,5 TDCi трескается выпускной коллектор, и качественно заварить его не всегда получается. Отметим, что так как сажевый фильтр и нейтрализатор оксидов азотов установлены в подкапотном пространстве, мотор испытывает дополнительные тепловые нагрузки. При прожиге сажевого фильтра всё подкапотное пространство подогревается. Поэтому стоит избегать неудачных прожигов сажевого фильтра на холостом ходу и чаще выгуливать этот мотор по трассе. Также стоит почаще менять масло. При наличии сажевого фильтра надо использовать правильное масло с 950 допуском. Сегодня разобрать фордовский мотор с французскими корнями нам поможет Александр. Мы начинаем нашу разборочку. В зависимости от мощности на двигателе 1.5 TDCI устанавливаются турбокомпрессоры с перепускной заслонкой или с изменяемой геометрией. В первом случае это агрегат Mitsubishi TD02H2, а во втором случае это турбокомпрессор Garret GTD1244WZ. Кстати, такие же турбокомпрессоры установлены на двигателях 1.6 HDI. Отдельно покажем вам штуцер маслоподающей трубки, в котором есть сеточка, которая загрязняется всем мусором, который может быть в масле. Как вы видели, этот штуцер и сама маслоподающая трубка находятся очень близко к сажевому фильтру, поэтому играть в экономию масла с этим двигателем не надо. Актуаторы турбокомпрессоров приводятся вакуумом. И бывают случаи, когда вакуум пропадает из-за трещин в вакуумной трубке. Тогда фиксируется ошибка по некорректному давлению наддува. А бывает, что турбокомпрессоры изнашиваются с характерным выдавливанием масла из картриджа в холодную либо в горячую часть турбокомпрессора, но такая проблема происходит при пробегах более 200 тысяч километров. Сняли дроссельную заслонку. Как мы знаем, дроссельная заслонка дизелю не нужна. Вот эта заслонка участвует в мягкой остановке мотора, а также участвует в работе системы EGR. Проблем с ней не замечено. Чисто теоретически здесь могут сломаться пластиковые шестерни сервопривода, но, как мы видим, крышка на клипсах, поэтому до них легко можно добраться. По состоянию здесь минимальное количество масла, поэтому, скорее всего, турбина здесь в отличном состоянии и поршневая группа тоже. Сзади на ГБЦ находится корпус термостата. Корпус пластиковый, термостат отдельно не продается. Вся эта деталь стоит недорого. Нередко термостат приходится менять из-за появления течи антифриза по его корпусу. Он просто деформируется от перегрева. Вся эта деталь, как уже сказали, стоит недорого. Менять его надо на оригинал либо на хороший заменитель, и менять его надо вместе с прокладкой. Есть редкие случаи появления трещин в охладителе EGR. Вместе с трещинами появляются пузырьки в системе охлаждения, а вместе с пузырьками в расширительном бачке появляется черная пена от сажи из отработавших газов. В худшем случае, если антифриз будет поступать по трубке во впускной коллектор, то тогда мотор может погибнуть от гидроудара. В таком случае охладитель EGR надо срочно менять. Система охлаждения здесь двухконтурная. Газы во впуск могут идти с охлаждением либо без охлаждения, и всем этим управляет вот эта заслонка. Впрыск топлива осуществляют электромагнитные форсунки Bosch версии CRE 2.6. По сути, такие же установлены на двигателе 1.6 HDI. По ним никаких вопросов нет. Форсунки долговечные и ремонтопригодные. В сердце топливной системы двигателя 1.5 TDCI одноплуджерный ТНВД Bosch CP4 S1. В первые годы своего появления, а именно с 2007 года, он отметился проблемой с роликом толкателя плуджера и засорением стружкой всей топливной системы от бака до форсунок. Но к моменту появления на двигателе 1.5 TDCI он избавился от этой проблемы и служит долгие годы. Ремня ГРМ именно на этом моторе нет совсем, а есть ошмётки оборванных зубьев. Именно поэтому этот двигатель мы сегодня и разбираем. Зубчатый ремень ГРМ на этом моторе подлежит замене каждые 150 000 км либо же раз в 10 лет. Именно с приводом ГРМ здесь случаются неприятности. На автомобилях, выпущенных с декабря 2014 года по май 2015 года, были установлены бракованные шестерни распредвалов. Они предательски трескались, и поршни встречались с клапанами. Их меняли по гарантии. Для замены ремня ГРМ нужны специальные фиксаторы для стопорения коленвала, распредвала и натяжителя. Как таковых меток в этом приводе ГРМ нет. Бывали случаи, что вместо фиксаторов использовали всё, что угодно. Например, сверла подходящего диаметра. После этого с новым ремнем ГРМ возникала ошибка по расходомеру P1102. Также неподходящий фиксатор может повредить планку под натяжным роликом. Бывали случаи, что она отламывалась, попадала под ремень на шкиве коленвала, и это приводило к перескоку ремня на один зуб. Есть случаи обрыва ремня ГРМ. Такое случалось с неоригинальным ремнем ГРМ при пробеге в 100 000 км. При этом весь удар на себя принимают рокеры клапанов, они раскалываются, а вот клапаны не загибаются. В неоригинальных комплектах ремня ГРМ быстро изнашивается пластиковая обойма натяжного ролика. В клапанной крышке находится мембранный клапан системы вентиляции картерных газов. Напомним, что благодаря этому клапану турбодизель не высасывает масло из клапанной крышки и из картера в целом, а тихо утилизирует картерные газы через впуск. Обычно на этом двигателе с этим клапаном никаких проблем не возникает. Однако, если из-под клапанной крышки слышен свист воздуха или наблюдается повышенное давление под клапанной крышкой, то тогда надо снять вот этот колпак, все там очистить и заменить мембрану, если в ней есть трещина. Если мембрана деформирована, то газы будут высасываться в увеличенном объеме, то есть вместе с парами масла. Сняли распредвал, он у нас в неплохом состоянии, но обрыв ремня ГРМ может спровоцировать проворачивание вот этих напрессованных кулачков, то есть обрыв ремня ГРМ может привести к необходимости замены распредвала. Ну что, мы вам анонсировали поломанные рокеры. Два из восьми поломаны и один свалился. Известны немногочисленные случаи пробивания прокладки ГБЦ на самых мощных версиях этого мотора. Эта неприятность сопровождается продуванием газа в систему охлаждения. Если говорить о состоянии, то всё здесь прекрасно. Даже клапаны третьего цилиндра, над которыми были сломаны рокеры, без повреждений. Этот мотор может пережить обрыв ремня ГРМ и остаться целым. У болтов, которые держат ГБЦ на этом моторе, слишком мягкие шляпки. Их провернуло, сорвало шлицы и пришлось отсверливать шляпки, чтобы снять голову. Как и ожидалось, HON в цилиндрах в прекрасном состоянии. Этот мотор можно было отремонтировать заменой рокеров, заменой ремня ГРМ и надеяться на то, что кулачки распредвала не провернуло. После обрыва ремня ГРМ если сломался рокер, то надо обязательно слазить в поддон и достать иголки из-под ролика, потому что, как видите, они здесь есть. На некоторых версиях двигателя 1.5 TDCi установлен маслонасос с изменяемой производительностью. В этом случае, вот здесь будет установлен соленоид и от него будет тянуться проводок. У этого мотора пробег 180 000 км. Скорее всего, у ремня ГРМ срезало зубья от перепробега. Посмотрите, в каком состоянии шатунные и коренные вкладыши при нормальном обслуживании. По сути, они только прошли обкатку и проработались. Обратите внимание, какие у поршней крохотные маслосъемные кольца. Тем не менее, они подвижны и не закоксованы. Этот мотор масложором не страдал. Верхние коренные вкладыши тоже в отличном состоянии. Кому интересно, в блоке присутствуют маслофорсунки, да и сам блок без каких-либо масляных отложений внутри. Вообще, этот мотор в отличном состоянии, учитывая то, что в год он проезжал по 40 000 км. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный французский дизель, который показывает, что на сегодняшний день все-таки есть надежные дизельные двигатели. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий, а также поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».